Продолжение следует... 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 Он просто сделал так, чтобы на выборах не было демократических кандидатов, которые, конечно, не позвали людей на площадь и выборы прошли в самом деле спокойно. Но это можно назвать тишиной на политическом кладбище. Но европейские политики почему-то увидели в этой кладбической тишине прогресс. Что будет дальше? Дальше я думаю, что они представят программу экономических реформ. Лукашенко с ней согласится. Потом, когда он получит эти деньги, он откажется от этих реформ и опять вернет исходное соблюдение. И, может быть, выиграет еще один год у власти. А потом все опять пойдет по старому кругу. Парламентские рубры, которые будут классифицированы. Протест, массовый протест. Конфликт с Западом. И так до сих пор, пока у господина Путина не закончится везде для Лукашенко. Очень долго, но вопрос, на самом деле, такой объем. Сначала я очень уважаю вашу работу и очень смотрю в последние несколько лет. Два вопроса. Вы сказали, что в последних выборах не было настоящих кандидатов. Что только фейк. Фейк, фейк, фейк. Ц chall muchos богата в Великобритании Крэльгой, как из neredневался... Х pierд Lupита, который вы тоже не знаете. Они также прекрасно, который никогда не знал. Второй вопрос. Все вопросы об обычных мнениях в Беларуси, которые проводит организация Бильнюси, говорят, что большинство людей поддерживают украшенкой. И даже если нет большинства, большинство только меньшинство поддерживает оппозицию. Как можно измениться и изменить? Как можно привлечь больше людей к оппозиции, чем сегодня? Ну, по поводу кандидата, которого вы назвали, и соратника господина Никляева, я отсылаю вас к мнению господина Никляева, который сейчас называет этот проект проектом спецслужб, проектом городского КДВ. Ну, у него есть факты, и я доверяю этим фактам. Ну, а здесь сидят, раз такой факультет, здесь много поликологов, я хочу более подробно рассказать об этой схеме фейковых кандидатов. Власть разделила общество на четыре сегмента, всех избирателей, на четыре сегмента. Ну, конечно, есть сторонники господина Лукашенко. Ну, может быть, по косвенным оценкам, 20-30% максимально. У них есть свой кандидат, как и сам Лукашенко. Есть, конечно же, сторонники русского мира. Власть предложила им целого казачьего атамана, штанат с лапасами, очень похоже, очень похоже. Он даже требовал заплатить у Польши, у города Белосток. Ну, очень-очень похоже, очень. Есть еще такой маргинальный электорат, который очень реагирует всякие радикальные лозунги, нарезки, выражения. Им предложили белорусский вариант Жириновского. Ухущенная копия Жириновского. Есть демократический электорат. 35% белорусов имеют мужество признаться социологу, который звонит им по домашнему телефону и приходит домой, в том, что они за демократию и против Лукашенко. Сколько их на самом деле, никто не знает. Потому что очень много людей, которые не признаются социологу и обманывают его, потому что не боятся сказать, что они против Деваси. И, конечно, для этого электората тоже нужен свой фейковый кандидат. Этот кандидат имеет право критиковать власть, даже говорить о фальсификации. Вообще, каждому из этих кандидатов решено в рамках их роли говорить очень много. Но самое главное, они должны сделать две вещи. Они не должны сказать избирателям, что надо выходить на площадь. Ну, они могут говорить о мирных переменах. Кто просит мирных перемен? Я тоже за мирные перемены. Я за то, чтобы люди жили по 150 лет. И всегда были здоровые, молодые, красивые и богатые. Чтобы каждый день была только хорошая покупка. Конечно же, за мирные перемены. Но у меня нет плана, как это все сделать. И ни один из этих кандидатов, конечно же, не сказал, что надо выходить на площадь. Они выполнили свою первую задачу. Всю выбор прошли спокойно. Мирно, как сказал господи Дмитрович Вальтер и Штайнмайер. Вторая задача. Они должны признать победу Лукашенко. Некоторые, они сделали это, но некоторые, ну, типа Жириновский и типа Казак, сказали, о, все было честно, все проценты соответствуют. Наши два бои, два процента это то, что я получил, да? А, типа, оппозиционный кандидат признал эту победу в другой форме. Она сказала, выборю фальсифицирован. Я получил не 5 процентов, а 25. Что тоже означает бесспорную победу Лукашенко. Ну, самое смешное, что в конце августа, когда я вышел на свободу, я сказал, я пересказал это, и совпали даже цифры. Теперь по поводу социологии. Я, например, уже один прием, да, по поводу социологии условий Беларуси. Есть рейтинг страха респондентов. И ответственные социологи пытаются его измерить. Обычно они пытаются сделать это в фокус-группах. Я думаю, здесь много специалистов, они понимают. Еще лет 6 назад они оценивали этот рейтинг 5-7 процентов. Я думаю, сейчас уже больше, но не могу сказать сколько, потому что социологи, которые делали такие замеры, они измены и бежали в страны. Но есть еще рейтинг страха самих социологов. Они тоже не хотят быть реперсироваными, у них не хотят проблем. По моим собственным наблюдениям, 5 лет назад этот рейтинг составлял приблизительно 4-5 миллиметров. Как я получил этот рейтинг? Я обратил внимание на одну законопередность. Когда против руководителя института социологического, на который высылались, планируясь агрессии, уволялись с работы и угрожали уголовным делом, этот мужественный человек наперекор всему тут же проводил социологическое исследование. Но оно показывало внезапный рост рейтинга Лукашенко, приблизительно на 4-5 миллиметров. Один из независимых социологов сообщил, что ему власть выставила условия давнейшего работы в Белоруссии. Одним из этих условий является согласование персональным рейтингом политиков в администрации президента. У меня к вам такой вопрос. Вы уже говорили о подставах, вы уже говорили о поэковых результатах, вы уже говорили об административном ресурсе во время выборов в Белоруссии. Используют ли еще какие-то, скажем так, методы грязной политтехнологии белорусской власти для достижения цели? Или этого вполне хватает? И второй коротенький вопрос совсем. Вы упомянули, что в Белоруссии 35% населения честно признаются, что они демократы. Какой процент населения сохраняется на протяжении долгого времени правления Александра Григорьевича? Или он возрастает, возможно, или уменьшается? Что с ним происходит? По первому вопросу. Чтобы вы представляли, что голоса во время выборов считают участковой избирательной комиссией. Оппозиции у них нет. Но в каждую избирательную комиссию входят работники только одного предприятия, школы или больницы. Только коллеги по работе. Это какое-то такое юридическое чудо. Закон запрещает выдвинуть всю комиссию из одного предприятия, но разными способами, от разных общественных организаций. Но вдруг выдвигали люди из большого округа, и вдруг чудесным образом оказалось, что в одной избирательной участковой комиссии только коллеги по работе. Особенно большинство комиссий – это учителя, учительницы, точнее. За лояльность участковой комиссии, своей должностью, иногда свободой, отвечает руководитель этого предприятия. Директор школы, главная больница, директор завода. Но на этих президентских выборах власть сфальсифицировала содержимое избирательного бюллетеня. Поэтому понадобились усилия других институций. Один кандидат, потенциальный кандидат, просто вышел на свободу на следующий день после окончания выдвижения кандидата президента. Оппозиция не смогла договориться о едином кандидате, и здесь были использованы ресурсовские службы. Два кандидата, два лидера партии пытались выдвигаться на эти выборы как кандидаты. Два председателя организационных партии, двое. Но очень хорошо поработали министерства иностранных дел, и они не получили финансовый партизерский от своих европейских партийных партнеров. И не смогли собрать 100 тысяч подписей. Использовать какие-то технологии другие, грязные, с каждым годом все меньше и меньше. С каждыми выборами. Раньше были специальные фильмы, сериалы о ужасной оппозиции. Теперь это уже просто не надо. Чем совершеннее система патрификации выборов, тем меньше надо усилий для пропаганды. Теперь приблизительно 35% поддержки демократии, это уже достаточно много лет. Больше 10, больше может быть даже лет 15 лет. Но проблема, ну вопрос в том, что за эти 15 лет рейзинг страха вырос значительно. Может быть от нуля, или там от нескольких процентов. Может быть там, можно говорить, больше семей. И по-видимому, это говорит о том, что количество сторонников демократии растет. Но количество тех, кто признается в этом, не меняется. Но с каждым годом признаться, в этом делается все страшнее, но от процентов не уменьшается, значит просто растет количество сторонников демократии. Но любая система, даже эта избирательная система, она всегда допускает сборы. 6 тысяч избирательных участковых комиссий всегда есть в случае сборы. Где-то кто-то посчитал в летении на самом деле. Такое бывает. И вот в восточном регионе Беларуси, там в Витебской области, где не самый демократический округ, да, избирательная комиссия посчитала бюллетени. И я вам сейчас позову эти публики, да. Конечно, если считать все бюллетени вместе, там с большим отрывом побеждают. Но если посчитать, они посчитали, сделали это как положено по закону. Отдельно бюллетени в урне до срочного голосования и в голосование в день выборов. Результаты до срочного голосования 90% за Лукашенко. Ну, для нас не секрет, что в субботу-воскресенье содержимое урн меняется. Они даже ленятся их, разбрасывая их в стопочках туда вот так вот. Опускают уже, они там так и лежат. Поэтому эти данные мы можем отбросить сразу. В основном день голосования результаты такие, Лукашенко 45%, Караткевич в оппозиционной, с которой многие поверили, 35%. Ну, дело не помиле, если бы я сказал, мы избирательным сказали, вот этот стакан из оппозиции, он бы получил, может быть, даже еще больше. Там, азин журналист пытался зарегистрировать с кандидатом своего кота. Я гарантирую, что ему было бы 40%. Я бы хотелось бы спросить на ситуацию, в частности, в частности, в международных встахов, Лукашенко, которая, в то же время, дай мне сказать, меняет, потому что президентские волки, которые, в то же время, в то же время, в то же время, в то же время, я хочу спросить на другую вещь, а то есть чинские инвестиции в Белорусску. Чина, в последних летах, в последних летах, я знаю Joe Biden, который прозвучил как генерал, свои истории с ДСЕНТА, и мы знаем, что образцы родин не была всегда простая, а мне кажется, если это у меня был, если оно было в Белорусске. В днешнем Белорусске я привезу льгоид из Лиавицкого, 108 дней во въезене, так что я вам представлю о том, как это выглядит во въезене, но о тех родинах все как бы млчат. Так бы мне занимала ваша особня слушанность. Простигают 20% российских дотаций, безвозмездных дотаций, 20% валового продукта Беларуси. Это уникальные случаи. Лукашенко в середине 90-х в самом деле пытался включить Беларусь в состав России и получить должность главного Кремля. Но было несколько лет то, что называют уличные войны за независимость. И были раненые, было очень жесткое пристолковение. И в 99-м году, после такой одной акции, когда были десятки раненых двух сторон, Лукашенко изменил риторику и стал говорить о независимости. Но он по-прежнему эксплуатирует ностальгию России по империи и получает за слова конкретные, очень большие деньги. Конечно, Лукашенко пытался, когда он был в конфликте с Западом, испугать Путина сближением с Китаем и получить больше денег от Путина. Конечно, Китай готов дать огромные кредиты Беларуси. Сколько хотите берите. В эту ситуацию уже попадали многие африканские страны, потому что они дают связанные кредиты. Поэтому вы не получаете денег, но вы получаете рабочих, вы получаете материалы, вы получаете оборудование, а потом остаетесь еще должные деньги. Поэтому таких конкретных пока примеров инвестиций китайских немного. Это строительство автострады на Гомель, строительство, модернизация цементного завода в Мазировской области. Теперь мы не знаем, что делать с цементом. Очень много цемента, его некуда продавать, потому что он дороже рыночных центров. Сейчас очередной глобальный проект не очень далеко от Минска, в районе Минского рапорта. Проект Большой Камень. Великий Камень, да. Там планируется много предприятий, высокотехнологичных предприятий. Но Беларусь очень боятся этого проекта, потому что это означает, что приедут десятки тысяч китайцев. Ну и пока будущее этого проекта еще мало известно, потому что куда потом это все продавать? Если в Россию, то Китай сам справляется с российским рынком для нашей помощи. Ну и еще остается один проект, который в самом деле может немножко напрячь. Это система залпового огня «Полонез». Система, боевая система залпового огня, да. Ну это система залпового огня, когда это град, если у Катюши во время войны, да. Когда много-много ракет, а дельмена летит, да. Дальность системы 200 километров, и эти ракеты являются наводящими. В Беларуси нет технологий этих ракет, и Китай поставляет эти технологии. И, наверное, вполне возможно, что Россия думает, что эти ракеты сделаны на случай повторения украинского варианта. Специалисты великолепных автомобилей, но такие проекты всегда у вас часто бывали, и очень быстро выбирали. Это четверто, допустим, уже наоборот. Я хотела, все-таки, хотела снова докладить, точнее, как он касается глобального подхода, если я уверен, когда он был на рисунке. А сын, это многое за ним. Мне приходилось отвечать на этот вопрос. Очень часто я встречаюсь с категориями, когда люди говорят, это была трагедия, это было горе. Мы обычно говорим в других путешествиях. Я бы сказала, как это наша жизнь, наш мир. Я всегда считала, что это не поддерживая, что мы сделали трагедия. И мы всегда смотрим, наверное, не просто друг друга, мы смотрим в одну сторону. Безусловно, эти годы полностью перевернули мою жизнь, то есть я потеряла все, что она могла потерять. Но я никогда не располняла, что это не так правильно. Это было испытание, которое мы должны пройти вместе. Я абсолютно ни одного дня не чувствовала, что его у меня отобрали, что он недоступен, что он не вместе, что у нас вообще разделяет какая-то стена. То есть я всегда знала, что с этого происходит. Сюда. Стоит, что с этого не было. То есть если что-то случилось, я всегда чувствовала сразу. Я никогда не чувствовала, что я с ним тоже сюда был рядом. И когда он вернулся, вот прекрасно встретили, до сих пор у меня дрожь похожа, когда я это вспоминаю. Вот приехали домой, сели, все, сказали, послушай, ну ты же сидел тут все это время, где мы туда не ухраним. То есть вот вчера, как себе мы сегодня утром вместе с нами. Это, наверное, неправильно, но вот эти пять лет, вот эти пять лет, они быстрее оттуда и скидывались. Ну то есть я помню, я все помню, я помню детские аффорции, я помню там дикий страх, это постоянное, вот каждое сутное переживание. Я помню, вот как все это переменилось в моей жизни. Я понимала, что мы должны быть вместе с девочкой, которые попали в ту же ситуацию, мы в булленье, в ту же ситуацию, мы поддерживали. Но вот они будут, да, они есть в памяти, но они нет. Плюсом было внешнее поддержка, поддержка извне, внимание, внимание прессы, внимание международного общества. Минусом было то, что господин Лукашенко хотел уничтожить меня политически. Политически или морально, если не получится, тогда физически. Уже я был арестован в декабре 2010 года, но уже осенью 2011 года мне стали предлагать свободу. Мне предлагали написать заявление о помиловании и, как они говорили, через три дня выйти на свободу. Каждый раз после отказа были какие-то проблемы, давление усилилось. 98% белорусских заключенных находятся, бывает наказание в колонии. Ну да, короче, напоминает армию. Это неприятное, депрессивное место, но оно не шоковое. Особенно для человека, который 20 лет процедуально. Ну, в колонии я был очень недолго, полгода, только полгода, а потом меня отправили в настоящую тюрьму, в закрытую тюрьму, где самое опасное и несправимое. И там, ну, конечно, тоже, это уже совсем по-другому, когда все время ты находишься в депрессионной коробке. Три года нельзя просто так, специально так делать, что нельзя увидеть просто чистого неба на голову. Ну, и там, конечно, особенно первые полгода было много всяких подключений. И больной в камере, попытки таких неспонятных людей посадить в камеру. Только все из камеры для вечнофицированных. Ну, я справлялся с этой ситуацией, я выгонял этих людей. Ну, и понемногу мы отвоевали какие-то наши права, право на переписку, право получать газеты. И я пробыл в открытой тюрьме максимально, возможно, 43 года, потому что считается, что больше 3 лет средний человек будет иметь психические заболевания. Меня отправили, вернули назад в колонию на 2 месяца, и это было уже как санаторий после сезона. Я подумал, опять отправили в открытую тюрьму. Последние полтора года в открытой тюрьме я сидел в одиночке. Это был мой выбор. Я использовал законодательное надежье определенное, право на безопасность. Я заявил, что они будут организовать явно провокации, делать, и поэтому я хочу быть один в камере. Я делал в том, что я всегда прогнозировал их действия. Я всегда... Я знаю, их период очень стереотипный. Они как они привыкли работать со всеми осужденными, так и со мной. Поэтому я прогнозировал, что в последний год в открытой тюрьме будет давление изнутри камеры, через окамерку. Ну, открытая тюрьма не заставила меня наобязать это вращение. Как они говорят, три слова. Прошу меня выпустить. И значит, они будут использовать последнее средство. Поэтому я избавился от соседа и остался один. Ну, и уже вторая, открытая, я уже изначально понимал, что там, ну, с самого начала провокации, поэтому я изначально ушел в одиночку. Это, конечно, вызывало истерику у оперативных работников, потому что они должны были сообщать о моих взглядах, то, что я сказал. И это все, как я понимал, читают. И к самым главным начальнику, к Лукашенскому, это интересно. Он цитирул иногда меня в тактиле, да. Поэтому я подумал тоже так. Если он, это как наркотик, знать, что говорит твой оппонент. И ему нравится, когда сидит рядом другой человек и пишет три раза в неделю огромные письма маме, как он говорит, да. Ему нравится знать мысли своего противника. И поэтому, наверное, может не закончиться никогда, даже после шести лет. Поэтому я избавил тоже его от такого развлечения, да. И, конечно, у меня оперативные работники, они буквально плакали. Они говорят, вам не что-то угроза, почему вы хотите с кем сидеть? Мне предлагали даже выбирать из списка, с кем я хочу сидеть. Конечно, крытая терьма – это большое, на самом деле, испытание для человека. И я понимал, что они просто хотят разрушить мое физическое и психическое здоровье. Поэтому первое окрытое у меня было три тренировки в физкультуре в день и занятия близким. Две окрытое подряд – это там считается попыткой медленного убийства. Поэтому второе окрытое у меня было четыре занятия в физкультуре в день. Конечно, самым плохим было то, что в колонии заключенные получают свидание, длительное свидание. Они могут там на день, на два, на три даже пожить в одной комнате со своими близкими. Но в крытой тюрьме у нас было одно свидание положено, одно свидание в год – это два часа, через два стекла, решетка и по телефону. Маленькое окошко, но не видимо, звука через телефон. Телефон, наверное, уже с ней взяты, да? Телефон, наверное, слышно телефон, и мы разговаривали два часа в год. И рядом, за стеной? Тут рядом сидят еще пять часа, все кричат, и, конечно, это можно плохо видно, и еще хуже слышно. Но было зато, там это было очень простое и самое легкое. У меня в жизни не было такой простой, ясной, барабанной ситуации. Мне надо просто не подписывать это заявление, мило они и все. У меня вопрос, потому что я где-то прочитала, что они тоже, на каждом году, вообще уехали из страны, да? И когда вы выразили желание, когда вы учите английский язык, они сразу записывали? Да, почему, да, почему. Они легко, очень были рады, когда я сказал, что хочу заочно дистанционно изучать английский язык. Когда политический заключенный в камере, и он не один, значит, с ним всегда рядом, внутри камер, но нет. И в следственной тюрьме КГБ, в закрытой тюрьме, их всегда интересовало один вопрос. Если вас выпустят, вы уедете из Беларуси? Конечно, можно было бы как-то обманывать. Я говорю, да-да, конечно, уеду, обманываюсь, но, как мне говорили еще в КГБ, да, офицер, это как шахта, когда ходит прямо. Я пытался им объяснить, что это невозможно, я никогда не уезжаю в Беларуси. И пытался объяснить, почему, но они не понимают, для них всякие абстрактные такие вещи, идеальные какие-то вещи непонятные, потому что это сломанные люди, которые идут на охоту и опасности. И потом мне надоело это все объяснять, я просто говорил, я, знаете, куда я уеду, я не знаю, на сторонах языка. И когда я сказал, что я хочу изучать институционно-английский язык, они были такие вещи. Я сказал, что если вы думаете, что я хочу институционно-английский язык, это неправда, это просто гипнотика для мозга, на что мне ответили, а вдруг вы потом передумаете? Спасибо, да. Я имею, меня зовут Антон Литвин, я из Москвы, я имею отношение к российской оппозиции, потом у меня вопрос будет скорее про Россию, но, естественно, надо снизиться. Вопрос первый, это поддерживал ли вас кто-то из российской оппозиции? Имеете ли вы с ними какие-то контакты? Как вы оттягиваете вообще ситуацию с оппозиционным движением в России? Извините, так много, но это может тоже отвечать за все. И последний, как произойдет, на ваш взгляд, что изменится в Беларуси, как только кончатся деньги у Путина, либо кончатся сам Путин? Ну, во-первых, о поддержке. Я уже говорил, что мы добились того, что переписка между нами была, потому что ее можно было контролировать. Например, я писал письмо жене в понедельник, в четверг, а отцу я писал в среду, но ему меньше, потому что ему только можно позитивно. И если моя жена не получала понедельничное письмо, она писала заявление в Минеральной факультуре, в Департаменте использования наказаний. А это бюрократическая система, она должна, оказывается, лидировать. И поэтому они присылают письмо туда, оттуда сообщают ей, да, туда, потом. По всей этой иерархии. Потом они проводят расследования, берут показания и сообщают ей, что ничего нарушено не было. Но это очень большая работа. И у них ухудшается статистика жалоб. И мы добились, что только одно-два письма в месяц исчезало. Но эта схема не работает в переписке с другими людьми. И я узнал о компании, о солидарности со мной, и знал, что люди пишут. Но большинство писем, конечно, не доходило. Особенно из-за границы какие-то, когда были компании солидарности. Например, в Белоруссии некоторые люди, которые писали мне часто, они ставили номера на письма. И одно письмо из семи где-то приблизительно доходило. Но я получал письма, кстати, студентов Бесправли. Белоруссии студенты Бесправли. У меня есть друзья, статистика, российских социал-демократов и партнеров, но они могли только передавать какую-то информацию в связи на то, что будет заявить на мою поддержку, только через маркет. Ну, конечно, я творил в Белорусской демократической прессе, я выписывал журнал. Он, ну, новое время, Ютанис. Очень хороший журнал. И, конечно, это тоже было очень высокого уровня. И это тоже, как бы, ну, такой еженедельный маленький праздник получить этот журнал. Я очень благодарен его издателям. Я не знаю, как они умудрялись в таких условиях издавать этот журнал, особенно во время последних этих украинских событий. Но это тоже, как бы, было очень хорошей поддержкой. Ну, газету, но во время там нельзя было, она не была в каталоге, а журнал был. Потом я давал читать его администрации. Теперь по поводу, когда закончатся деньги у Путина или сам Путина. Большой белорусский колбас очень эффективен для политических целей, для удержания власти. Очень эффективен. Но такая экономика не производит прибыль, она производит убытки. Убытки покрывают господин Путина. В жирные годы, когда высокие цены на нефть, это до 12 миллиардов долларов в год, только на многоносителях додации. Сейчас уже меньше, потому что цены на нефть упали, мировые. И мы меньше получаем маржу от продажи белорусской дорогой, дорогого бензина, сделанного из дешевой российской нефти. Поэтому где-то сейчас 8-9 миллиардов в этом году получится, в следующем году еще надо будет. И этих денег уже, уже, это 100 рублей. Когда этих денег не будет, значит, не будет денег на содержание самой большой полиции в мире, я не говорю об этом, на 100 тысяч населениях. Восьми автономных спецслужб, большого, этого, огромных заводов, где связаны и контролируются десятки тысяч людей, там, по 20 тысяч заводов. Закончится сам Лукашенко, и все. Вот, если не будет этих денег, Лукашенко закончится. Где из этих денег? Мы давно бы решили эту проблему, а то не было проблем. Не будет денег на Лукашенко. Теперь по поводу российской оппозиции. Я в деталях не могу оценивать российскую оппозицию, потому что у меня не было такой детальной информации, и я не имею давно контактов, 5 лет не имею контактов там. Но я восхищаюсь мужеством и идеализмом этих людей. Мы чувствуем за собой эту поддержку, 35% людей, которые признались. Это я и увижу, когда я иду по городу Минску сейчас. Я через каждые 20 шагов вижу тяжело просившегося, потому что люди подходят, говорят спасибо. Я и увижу эту поддержку, и мне легко. В ситуации с Крымом, с Украиной, Путин апеллировал инстинктом. Человек во многом стадное животное, и у него есть инстинкт свой, чужой. Человек, одновременно хищник, у него есть инстинкт территории. И эти инстинкты задействованы, это очень мощные инстинкты. И большинство, подавляющее большинство реагирует на эти инстинкты, на попытки активизировать эти инстинкты. И сохранять паральную позицию в такой ситуации, это неимоверно тяжелое можно. Летом я писал Марине в одном из писем об этом, я не знаю, разбесила она этот текст, успела, потому что это было ли это освобождение в Фейсбуке, она вела мою информацию в Фейсбуке, сейчас я уже сам это делаю, научился. И там, потому что многие думали, что я это из тюрьмы делаю. Говорю, о, теперь вот, отказался на работу, писал сетях. Я написал об этом, я не знаю, в фильме, не понимаю. Я не уверен, что она может. Я написал о расистской оппозиции, о том, что она вот эти... А, значит, кто вам получит еще? Но тогда я говорил, то, что я написал, что это, ну, это в самом деле идеализм очень высокий проблему. Но и, ну, наверное, как бы у российской оппозиции внезапно очень может возникнуть очень сильный шанс, потому что есть еще один инстинкт, это инстинкт города. И мы много... Мы помним эйфорию Первая мировая война, начало, когда тоже толпы на улицах, и что потом случилось через несколько лет с теми людьми, которые вызвали эти толпы на улице с правящей динацией. Поэтому ситуация может измениться, люди очень устают над эксплуатацией инстинкт, особенно когда он начинает работать с инстинктами города. И для этого российской оппозиции тоже надо будет быть готовым к тому, что ситуация может у вас измениться очень обязательно. Наверное, не сейчас, может быть, надо время, может быть, год и два, но потом люди устают от этого, от этой истерии, и потом они начинают обращаться к своей личной жизни, когда они видят, что как, все плохо. Это очень подборно, и мы можем в этой ситуации. Но я еще раз говорю, я хочу высказать свое глубокое уважение к тем, что вопреки большинству, без шансов быть понятым большинством сейчас, понимая такую политику, для того, чтобы… Высоколосу. Продолжение следует...